Держь автоинспекции Гомельской области просит водителям и пешеходов быть больше дисциплинованными на дорогах. На жаль, выпадки здоровья со смиротным заходом в регионе не являются выключением. С ситуацией ознайомились наши корреспонденты. 30 загинулших и больше, как 150 травмированных. Только в минулом году на Гомельшине с уделом пешеходов отбылось омаль 180 дорожно-транспортных здоровья. Причем часто виновниками являются сами пешеходы. Некто у парта игноруя сигналы светлофоров, некто с пробоя пересекши в улицу у невызначены мессы, до того ж устанья алкогольного опьянения. Але самое расповсюдженное порушение – отсутность фликеров у темный час суток. Иншый раз такое игнорование веде до трагедии. Уда Кашелева, где был совершен наезд на пешехода со смертельным исходом, пешеход в нетрезвом состоянии, сидел на правящей части дороги, не дошел до своей деревни 350 метров, либо же Речица, где пешеход лежал на правящей части дороги прямо напротив калитки своего дома. Казалось бы, зайди во двор, зайди домой и отдыхай. Нет, почему-то правящая часть показалась более презентабельной. В итоге в обеих этих случаях и в Речице, и в Будокошелевском районе оба пешехода скончались на месте происшествия. Хотя трагедии можно было избежать. Избежать элементарно обознать себя фликером. Не меньше заваху супрацовников ДАИ и доводителям. Только за период с 25-го Снежня по 5-е Студеня на Гомельшине затримали больше 130 автовладальников в стане алкогольного опьянения. А про то, за этот период выявили 300 так званых безправников, які знаходилися за рулем без необходных документов. Причем у некоторых выпадках для их затримания пришлось выкористовывать спецсродки и зброю. Если оценивать ситуацию на дорогах в целом, то и она явно потребует повышенной уваги. Хотелось бы акцентировать особое внимание всех участников дорожного движения. За последние два месяца на территории Гомельской области возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Отмечаются дорожно-транспортные происшествия как на пешеходных переходах, так и вне. В том числе в темное время суток. Олег Синтеров, Дмитрий Котов, Евген Макеенко, отеля радио «Компания Гомель». Продолжение следует...